В традициях кубанского казачества всегда быть готовыми к защите Отечества. Казачество привлекает людей активных, неравнодушных и патриотически настроенных. Особенно важную роль казачество играет в воспитании подрастающего поколения и в обеспечении общественной безопасности. Обо всем этом шла речь на отчетном сборе Славянского районного казачьего общества. В Большом зале городского дома культуры глава Славянского района Роман Сенеговский приветствовал представителей казачьего общества. Он поблагодарил казаков за плодотворную совместную работу, прежде всего в военно-патриотическом воспитании юношества, за помощь в любых чрезвычайных ситуациях. Вы, уважаемые казаки, решаете важной задачи по хранению общественного порядка, участвуете в строительстве храмов, и есть не один пример тому подтверждения. Помогаете у себя в поселениях, в работе по благоустройству, в обеспечении порядка на гражданских кладбищах и воинских мемориалках. Большую помощь оказали зрителям в трудный период ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, чтобы было у нас подтопление города, станицы Анастасиевской, Петровского сельского поселения, Прибрежного и ряда других. Также хочется отметить вклад казачества в патриотическое воспитание молодых славянцев. Для молодежи вы проводите ежегодные казачьи игры и разные другие мероприятия. Являетесь наставниками учеников казачьих школ. Атаман Славянского районного казачьего общества Александр Семко выступил с отчетным докладом. В районном обществе увеличивается количество казаков. В рядах казачьего общества 1945 казаков, что на 43 казака больше, чем было год назад. Привлечения новых казаков отличились Черноярковское, Городское, Голицынское и Сербинское общества. Все в муниципалитете знают, что благодаря работе казаков с юношеством в славянских школах воспитываются настоящие патриоты. Все это результат серьезной работы. Проверили спартакиаду казачьих классов и групп казачьей направленности, в которой принимало участие 12 школ. 2 марта 2023 года провели конкурс «Люба Атаман», посвященный памяти Атамана Славянского района казачьего общества, казачьего полковника Валыма Александра Ивановича. Приняли участие 8 команд. Наградной материал был предоставлен РКО управления образованием. Под экидой Союза казачьей молодежи Кубани был проведен муниципальный этап конкурса «Счетцов. Я славлю Родину свою». Дальше будет региональный этап. 14 мая 2022 года команда Славянского района казачьего общества приняла участие в Осипуванском казачьем слете готов к трудовой обороне в городе Новороссийске. Наша команда заняла почетное третье место. Казаки Славянского района казачьего общества выезжали в город Коснодар для участия в поминовениях, которые проходили возле войскового сбора Святого благоверного князя Александра Невского, а также принимали участие Тиховские и Филиппийские поминовения. Атаманы и казаки, выступившие в прениях, отметили, что сделано было много и единодушно признали работу атамана и правление РКО удовлетворительной. Представители Таманского казачьего отдела и Кубанского казачьего войска также согласились с удовлетворительной оценкой. Для всех собравшихся вокальный ансамбль «Радость» и народный вокальный ансамбль «Родные берега» исполнили песню «Мы русские». Отличившихся казаков и руководители общественных организаций, работающих с казачеством, поощрили нагрудными знаками и почетными грамотами. Впереди у районного казачьего общества большие задачи, которые нужно будет решить в нынешнем году. Славянские казаки не собираются останавливаться на достигнутом. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, программа «События». Продолжение следует... Продолжение следует...